Жительница Челябинска пытается вернуть тело своего отца после того, как его по ошибке отправили в другую страну. Эта история больше похожа на сценарий остросюжетного фильма. Двое мужчин из России и Канады в одно время поехали отдыхать на Кубу. И для обоих это путешествие оказалось роковым, но не последним. Во время транспортировки тела мужчин перепутали, и теперь родственники пытаются обменяться останками. Однако есть проблема. Один из умерших уже похоронен. Евгений Наприенко расскажет подробнее. Дочь Ильи Нероева уже месяц приходит на кладбище с печальными мыслями. Но переживания совсем не потому, что скончался ее отец. Хоронила папу, а в итоге оказалось, что здесь лежит совершенно другой человек. Похороны состоялись в начале апреля. Еще тогда появились сомнения, что прощаются с Ильей. Последний раз его живым видели в марте, когда он улетал со своей знакомой на Кубу. В первый же день на острове Свободы россиянин пошел менять деньги и больше не вернулся. Его не было два часа. Там спохватились, где находится турист. Знакомая пошла на ресепшн, спросила, не видели ли вы этого человека. И ее проводили к телу. Его полностью не показали. То есть оно частично было накрыто. Показали только, по-моему, голову. Новость о смерти близкого человека оказалась не самой страшной. Моя семья три недели ждала отправки тела в Россию. А впервые его увидели только в церкви. Присутствующих убедили, что все различия во внешности – результат бальзамирования. Однако в мае узнали, что похоронили чужого человека. Со знакомой Нероева связалось посольство Канада. Оказалось, что жители Монреаля также не узнали своего родственника. 68-летний фарах Жаджур умер на Кубе. Однако в гробу, который доставили в Монреаль, лежал не он. Это было не тело моего отца. Это был другой человек, не похожий на моего отца. Там оказался россиянин примерно на 20 лет моложе, с татуировками и пышной швелюрой. Семья канадца заплатила 10 тысяч долларов за доставку тела на родину. Когда поняли, что им предлагают похоронить другого человека, начали возмущаться. На теле россиянина остался браслет из отеля. Так они нашли родственников Ильи Нероева. После того, как семьи списались в социальных сетях, начали требовать от властей Кубы объяснений. Но пока иностранцам только возместили те деньги, которые они заплатили за доставку. Тем временем родственники россиянина уже сдали тест ДНК. Так они надеются, как можно скорее вернуть тело на родину. Это будет заниматься все равно страховая компания, потому что человек, когда полетел на Кубу, для этого есть страхование, которое должно покрывать эти риски. То есть риск, если человек там поранится, например, или умрет. В этой ситуации надо все равно взаимодействовать со страховой компанией, потому что можно сказать, что это продолжение страхового случая. Кроме того, родственники Челябинца уверены, что он умер не своей смертью, как об этом пишут в заключении. На фотографиях, которые им якобы прислали из Кубы, были видны гематомы. Семья намерена добиться правды, но уже после очередных похорон. Евгений Напренко, Дарья Верста. Экстренный вызов.